Ну что, всем привет, в эфире радио НЛП, вот тут и радио НЛП, НЛП-ТВ, Саша, извини. Да, формат ТВ, НЛП-ТВ, и мы продолжаем записывать видеоподкасты на определенные темы, раскрывая эти темы и давая очень практичные, точечные инструменты или какие-то фишечки, которые вы можете использовать уже в процессе общения с нами и практиковать самостоятельно. Вот, либо, по крайней мере, вы поймете, в какую сторону нужно двигаться. Ну что, сегодня наша тема – это сущностная трансформация. Тема очень интересная. С одной стороны, она понятна для НЛПеров или для людей, которые интересуются НЛП, потому что она имеет свою четкую конкретную структуру. Вот, с другой стороны, даже при ее хорошем понимании, как она работает, все равно эта тема, она наполнена какими-то такими вот эзотеричными, что ли, знаниями, да, или такими-то такими описаниями, выходящими за пределы чистой структуры, чистого понимания. Все равно такое ощущение, что есть в ней нечто большее, эмоции, состояние, и, в общем-то, в названии этой техники, этой темы уже есть вот это слово, да, «сущностное состояние». Вот, об этом сегодня и поговорим. Когда мы готовили этот эфир, была идея о том, что мы можем рассказать о этой технике с двух сторон. Ну и, собственно говоря, в рекламе мы об этом описали, да, что с одной стороны, действительно, эта техника одна из самых глубоких, одна из самых мощных, одна из самых терапевтичных. Вот в этом месте очень интересно, Юля, ты, скажем, говоришь, да, что мелкие знают эту технику, а не все. Прям вот прям очень сильно не все, да, мы прям знаем целую школу, которая ее ни коим образом не использует, судя по всему, потому что ее используют другие школы российского MLP. Вот, хотя как бы, ну, окей, да бог с ним, да, но некоторые, ну, как мы знаем, да, за пределами MLP обычно, на MLP жалуются на тему там поверхностности работы, особенно там в психологии, да, особенно в психотерапии, а тем для того, что там эти ваши, там, тут якоря там пальцем надавил на нос, это типа там все такое. Типа в кабинете работает, там через неделю перестанет, ну, в общем, типа не верим мы вашей MLP. Вот, чаще всего люди, конечно же, не верят в MLP просто потому, что его не знают, в том числе не знают вот эту, например, технику. Ну что, мы начнем с вдохновляющего, мы начнем сначала с вот тех самых там высот, да, и вдохновления, а потом с развенчания магии и описания технологий. Ну, давай, может быть, упомянем автора этой техники, точнее, двух прекрасных женщин, которые стали авторами, разработчиками и описали эту технику. Это Канира и Тамара Андреасы, и они в ходе своих исследований в поисках того, что может помочь людям трансформироваться достаточно глубоко. И давайте так, будем использовать это слово быстро, да, как мы любим MLP, они базировали свои исследования, в том числе на, уже на тот момент, в Мелперских разработках, которые существовали, они их использовали, применяли к своим исследованиям, к работе со своими клиентами, пациентами, и они нашли вот некоторую стратегию, которая позволяет достаточно быстро, но при этом очень глубоко заглянуть внутрь человека, внутрь его мира, и найти вот те самые точки, вот, обретя которые, да, почувствовав которые, действительно происходит достаточно серьезная глубокая трансформация. Так что спасибо им большое за эту находку, и тем не менее мы в любом случае ищем, да, мы все равно исследуем эту технологию, пытаемся, ну, не просто понять, как она работает, но в том числе понять, как она работает в разных контекстах, с разными людьми, и можно ли ее еще как-то, ну, не то чтобы улучшить, но сделать, может быть, эффективнее, может быть, опять же, в каких-то конкретных контекстах для того, чтобы мы достигали еще больших или еще лучших результатов. Легенда гласит, легенда гласит, что к моменту, собственно, исследования и обработки сущностной трансформации в науке существовали технологии шестишагового рефлейминга и техника интеграции частей личности. В обоих этих техниках реализована одна очень интересная идея, идея о том, что любое намерение, любое поведение имеет позитивное намерение. Ну, то есть, для начала она, конечно, вообще имеет какое-то намерение, да, ну, а в конечном итоге оно имеет позитивное намерение. И если, например, в шестишаговом, и мы об этом прекрасно знаем, да, ну, не всегда, может быть, с первого шага это самое позитивное намерение действительно видно, то, если говорить о технике интеграции частей личности, то там совершенно точно, вот пока мы поднимаемся по цепочке вот этих вот намерений части, там совершенно точно части выходят на какое-то большое, общее, и там очень быстро намерения действительно становятся позитивными. И дальше вопрос, да, дальше как бы совершенно закономерный вопрос, который рано или поздно должен был быть, должен был возникнуть, и он возник, он возник вот у тех самых стране у Тамары НДСов. Где-то там кончаются эти самые позитивные намерения или нет? Если нет, то как бы это интересно, а если кончаются, то чем? И вот это вот привело к тому, что они начали исследовать. Начали исследовать очень простую вещь, то есть просто спрашивают человека, зачем, зачем, зачем. Двигаясь постепенно вот по такой цепочке позитивных намерений, вверх, 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 и они заметили, и они описывали, что в конечном итоге все заканчивалось одним из пяти состояний. Причем не просто каких-то там пяти состояний, а состояний, которые, ну, там реально все заканчивалось. То есть человек находится в таком состоянии, что-то так выглядит, получив доступ к этому ресурсу, что ты понимаешь, ему точно больше ничего не надо, что за этим действительно больше ничего нет. То вопрос, типа, а что дальше за этим, да, а это ради чего там большего и важного, он просто уже не формируется. И вот эти пять сущностных состояний. То есть эти состояния, они переживаются человеком в моменты их достижения настолько абсолютно, что за этим состоянием человека уже бессмысленно спрашивать, потому что все ради этого состояния, все есть этим состоянием, все реализуется через это состояние. И, в общем-то, действительно, вот в этот конкретный момент для человека больше ничего не существует. То есть тем самым мы и говорим о том, что это сущностное состояние, да. И таких состояний, как Андрей сказал, их ограниченное количество, их пять. Ну вот давайте так, здесь у нас некоторый вопрос, да, там вот к терминам, к формулировкам. Мы бы могли сказать, что их четыре, да, и есть еще некоторое состояние, которое может их объединять, но оно выделяется как самостоятельное, потому что оно тоже достигается людьми и действительно тоже имеет какие-то свои особенные характеристики. Опять сущностное состояние. Принятие, то есть принятие вас миром, ощущение того, что вы действительно являетесь частью мира неотъемлемой. Сущностное существование, состояние ощущения, состояние жизни, существование, что вы понимаете, что вы действительно живой, вы живой, вы активный, вы действуете, да. Состояние любви, состояние, когда, ну, можно сказать, наоборот, вы принимаете мир, когда вы смотрите вокруг, и все, что находится, вы, ну, не пассивно принимаете, да, а деятельно снова принимаете. Это не значит, что нужно смиряться с несправедливостью, да, это не значит, что нужно терпеть то, что вам не нравится. То есть деятельно принимаете этот мир, но сначала принимаете мир вот такой, да, не нужно от него закрываться, да, не нужно там, что называется, там, плакать и страдать, что там Вселенная несправедливо, там, глобус не тот, да, еще там что-то. Нет, все тот, тот глобус, то нормально, и Вселенная именно такая, все в порядке, и с этим работаем. Вот такое, да, скорее, скорее, вот такая вот любовь. И спокойствие, сущностное спокойствие, которое говорит о том, что мы уверены в том, что все движется, ну, куда-то в лучшее будущее, наверное, вот так вот, да. Идея о том, что там все, что не делается, все к лучшему. Но когда, например, это является статусом ВКонтактики, да, или аффирмацией в ТикТоке, то есть, спасибо, что я сказал это слово, да, вот, то это, ну, как бы, это банальность. А когда вы внутри действительно на уровне убеждения понимаете, что все действительно делается к лучшему, тогда, да, мы понимаем, это сущность о состоянии спокойствия. И пятое состояние, Юлия правильно сказала, о состоянии единства. И Андреасы не выделяют его как отдельное, не выделяют его как самое главное, да, или как объединяющие. Но помимо Андреасов есть еще, скажем, духовные всякие разные штуки, и есть пересечения с другими, скажем, подходами, да, с другими школами. Ну, психология, да. Психология, да. И, например, там китайские некоторые учения, которые, вообще говоря, именно вот таких вот в очень почему-то похожем формате, да, тоже пять состояний, очень как бы, очень-очень не по описанию, все прям исключительно похожие. Да и люди те же самые, о которых мы говорим, да, мы говорим, что у человека есть вот эти вот там суперценности, да, главные состояния, но человек-то тот же самый во всех, как бы, во всех местах. И они выделяют, не выделяют вот то самое состояние, которое единство, называют там по-другому, например, но выделяют как объединяющие. И в этом есть своя логика. Мы не собираемся на ней там принципиально настаивать, можете классически прочитывать сущностную трансформацию, да, как пять независимых состояний. Это, ну, в общем-то, ничего такого сильно-сильно принципиального, да, в рамках сущностной трансформации не меняется. Пять состояний. Каждый из которых является, является некоторым суперресурсом. Каждый из которых является, если говорить, не языком, наверное, психологии, да, то как терминальная ценность, по-моему, так это называется, да? Да, да. Состояние очень ресурсное, да, оно хорошее, да. Почему оно такое хорошее? Почему сущность? Почему техника не просто называется, типа, там, достижение хорошего состояния, да, или там, типа, ресурсирование ресурсного ресурса, да? Потому что особенностями именно вот сущностных состояний является, является, вот, ну, ряд их качеств, присущих им. То есть необусловленность, например. Нам очень понятно, ну, например, давайте так, как-то школа, да, очень понятно, например, в третьем, четвертом, может быть, даже в пятом классе, всем людям очень понятно, что вот если пятерку получил, то значит, ты молодец. То значит, вот ты хороший мальчик, хорошая девочка, например, да, а вот двойку получил, уже как бы, ну, не молодец, да, не хороший мальчик, не хорошая девочка. Если много двоек получил, ну, вообще, а так. Эта идея понятная, но это как раз-таки идея обусловленного принятия. То есть когда мы должны быть хорошими, когда мы должны соответствовать некоторым правилам, некоторым ожиданиям, и тогда нам говорят, молодец, дают конфеты, видят мороз, дают не только свитер, да, но и конфеты вкусные, шоколадные, например. Вот. Обусловленность. Но сущностное принятие является необусловленным. Когда ты понимаешь, что они важны, тебя хвалят или ругают, там, тебе, ты вышел в эфир Инстаграма, да, там, а к тебе там никто не прибежал, например, да, в эфир. Или, например, 100 человек прибежало. Не важно. Прибежало 100 человек, которые там кричат, вау, вау, молодец, спасибо, что вы с нами, да, или прибегают 100 человек, которые там заливают себя там жидкостью какой-то там, не будем говорить, какой, да. А не важно. Ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не являются поводом переживать за свое место в мире. Вот это, да, это необословленное принятие. Тотальное. Тоже сущностное, тоже еще одна характеристика, оно всегда. Оно не только, например, в Инстаграме, но и в Фейсбуке, да. Не только в Инстаграме и в Фейсбуке, но еще и в ВКонтакте, да. И даже если ты вышел из всех, то оно все равно есть. Если ты в толпе народу, если ты рядом с хорошими людьми, если ты рядом с плохими людьми, если ты уехал туда, где нет вообще никаких людей, оно все равно есть. То есть везде, где ты ни был. Да, и таким образом мы сходим из идеи, что так или иначе мы всеми своими действиями, всеми силами своей души стремимся к тому, чтобы эти состояния у нас были актуализированы так или иначе, чтобы мы могли их пережить или хотя бы как-то прикоснуться, потому что где-то в глубине души мы помним, или давайте так, мы знаем, чувствуем, ощущаем, что они есть. Можно даже говорить о том, что люди могут для себя описывать, я чувствую, что-то там вот внутри, оно есть, вот то самое хорошее, я чувствую эту силу, я чувствую эту любовь, но она почему-то не проявляется. И мы бессознательно организуем свою жизнь таким образом, чтобы получить все-таки доступ к этим состояниям. Но так как мы не знаем, как это сделать, наши действия достаточно поверхностные, то есть они вроде бы ведут к этому состоянию, но почему-то, когда мы получаем результат, мы к состоянию не приближаемся, то есть мы не получаем того самого состояния. И мы ищем, мы пытаемся раз за разом прикоснуться, но нет. Мы ищем вот ту самую любовь, которая до гроба. Мы ищем, безусловно, принятие, чтобы нас принимали. Мы учимся любить других. Мы ищем вот то самое дзенское спокойствие, которое всегда и везде. Мы не обязательно об этом думаем осознанно, мы не обязательно планируем и ставим для себя это как цель. Но, тем не менее, подспутно мы мотивируемся именно вот этими внутренними намерениями. И возникает следующий вопрос, а как же все-таки к этим состояниям прийти? Что они могут дать? Как они могут отразиться на нашей жизни? И вот Канира и Тамара Андреас, они нашли некоторый путь, который действительно проводит человека к тем самым его глубинным, терминальным, сущностным состояниям. проводит через всю вот эту вот цепочку, цепочку, которую мы за долгие годы, за долгие годы нахождения, давайте я скажу так, цепочка фраустраций, да? Ну, ребенок может радоваться почти на ровном месте, но через некоторое время уже нельзя ему радоваться на ровном месте почему-то. Ну, потому что ему там взрослые объяснили, что так нельзя, да? Или там обидно показали пальцем или еще что-то. И возникает там первый элементик, вот это вот, ну как, тут еще не дорадовался, да? То есть, то вот прерывали, ну, по нашему панелторскому, да, прерывали то вот, по ихнему гештальцу там подтормознули, да, или как это называется, да? Сказали, оп, все, так нельзя радоваться. Я не дорадовался. Он говорит, ну, вот будет, будешь радоваться. И человек думает такой, ага, ладно, схема понятна, то есть мне нужно дождаться праздника и тогда порадоваться. Просто так радоваться нельзя, нужно через праздник. Хорошо, буду, значит, придумывать тебе праздники. Буду там праздник каждый день, сегодня четное число, сегодня нечетное число, сегодня первый понедельник недели, пора радоваться, да? Нет, нет, в пятницу обычно они дорадуются. Нет, ну, тут как бы вопрос, как раз это, в силе фрутрации, да, то есть насколько силен незакрытый гешталь, насколько силен этот самый тоус, который надо дорадовать, насколько сильно это все происходит. Но так или иначе, мы движемся, движемся, и мы копим, 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 вот это вот, да, вот так нельзя радоваться, вот так, потом оказывается, что и вот так нельзя радоваться. Юля говорит, что в понедельник нельзя радоваться, можно только в пятницу, да, А доктор говорит, что вот так как я в детстве радовался в пятницу, сейчас в пятницу мне позволяет радоваться террорус, ну, начинающийся, например, да, или еще что-то. И вот постепенно, постепенно мы как бы все дальше и дальше отходим от сущностного. То есть в попытках его через что-то получить, мы все время вот это вот накручиваем, 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 и в результате получают вот это вот очень-очень сложная схема, да, когда вот мне нужно сделать вот это, чтобы вот это, потом вот это, а там вот это, а там вот это, а там мне вот эти вот это, а я тогда вот это. И вот тогда я чуть-чуть порадуюсь. Пришла в голову, ну, как наша пословица или поговорка, улыбка без причины – признак дурачения, да, то есть ты не можешь улыбнуться, потому что у тебя настроение хорошее, или вот просто так улыбнуться ты не можешь, у тебя должна быть причина, да, и чем больше у тебя причин, тем обоснована мне твоя улыбка, ну, тогда ладно, да, там, и тебе еще расскажут, достаточно ли у тебя причин или недостаточно, да, то есть там, насколько далеко ты ушел от дурачины-то этой самой, вот, ну, и действительно вот так происходит во всем, да, для того, чтобы нам испытать какие-то вот эмоции положительные, базовые, то есть самые терминальные, нужно иметь достаточно оснований, нужно в очень жестких рамках действовать, и тогда может быть, но на самом деле так не работает, да, чем больше условий, тем обусловленнее вот эти самые эмоции, и тогда это уже не эмоции, то есть, да, то есть тогда уже просто нарушается само описание эмоциональной реакции. С одной стороны, с одной стороны, конечно же, да, вот эти цепочки, это в том числе и вся вот эта социализация, то есть в том числе кто-то у нас учит, да, в том числе правильно радоваться, да, соблюдать границы, но иногда мы понимаем, там как бы, ну, возникает тумач, да, слишком много границ, слишком много вот этого всего, слишком разнообразные были мнения у наших, ну, там, родных, близких, окружающих и всех остальных, и мы социализировались слишком сильно, да, по там радикальным сценариям. И сущностная трансформация, в чем ее сила, в чем ее мощь, в чем ее прикол, в чем ее польза? В том, что этот процесс позволяет пройти сквозь вот эти вот цепочки и флокрации, сквозь весь вот этот вот накопленный, ну, там, не знаю, ужас в кавычках, да, или там просто лабиринт какой-то, да, и выйти снова туда, вот в ту самую, там, в ту самую радость, да, или в ту самое принятие, или в то самое что-то еще. С некоторой точки зрения, это, ну, чуть-чуть дальше, да, когда мы чуть-чуть про процесс будем говорить, это умозрительная реализация, как это умное слово называется, я забыл, гиперкомпенсации. То есть мы умозрительно представляем, да, что у нас всегда пятница, да, мы умозрительно представляем, что у нас никогда нет цирроза печени, да, мы умозрительно представляем, что, там, алкоголь бесплатен, например, да, мы умозрительно представляем, что, там, на работу не надо в понедельник, да, там, представляем, что вокруг нас, там, замечательные люди, все замечательные люди, да, и мы вот это вот как бы накапливаем, накапливаем, мы идем сквозь, собираем вот эти вот пространства, и каждую из них стараемся закрыть до конца. То есть именно гиперболизировано, именно вот сделать то, чего в реальности на самом деле никогда, естественно, не происходит. Но мысленно мы это сделать можем. И в конце концов, проходя вот через вот это все, мы попадаем в ту самую сущность. И в какой-то момент просто бум, и возникает вот та самая третья вещь, третья штука, которую нужно сказать о сущностном состоянии, это вот та самая конечность, это та самая терминальность. Мы доходим до действительно такого ощущения, например, радости, что все, дальше ничего нету. То есть это уже не зачем. Это уже не часть чего-то. Это уже не путь к чему-то. Это все, это, ну, я живу, да, все, ну, да, я живу, и все, уже. Ну, уже не надо никак убеждаться, да, уже нет вопроса, зачем ты живешь, ну, что здесь зачем? Я просто живу, я просто живой. Я просто часть мира, да, я просто люблю этот мир, там, я просто спокоен, все. Да, и тогда смещаются вообще все привычные фильтры описания своей жизни, да, своих воспоминаний, своего знания, своих представлений о будущем, о своих целях и так далее. Когда вы достигаетесь какого-то вот такого состояния сущностного, сущностного, вы начинаете просто по-другому воспринимать все, что с вами происходит, потому что мы не говорим о том, что ваша жизнь, она перестает существовать, и все, что было в прошлом, оно неправильно. Нет, оно, оно правильно. Это просто объективная данность, она была, она история, да. Но так как вы смотрели на события, которые с вами случались через дефицит, через поиск вот того самого значимого ресурса, то и не находили там, то, конечно, эти ваши воспоминания, эти события, они оценивались именно с точки зрения негатива, недостаточно, ну, чего, ну, все хорошо, но что-то не так, да. И в этих воспоминаниях вот была какая-то, возможно, там печаль, неудовлетворенность. И когда вы пришли в состояние принятия, например, вы вспоминаете все то же самое, как объективную данность, но оценивается она уже совершенно иначе. Вы смотрите на свою жизнь через ресурс, и вы начинаете видеть в ней ресурс, потому что ранее неудовлетворенность закрывала вам доступ к полезным вещам, к знаниям, к новому опыту, да, и жестко отфильтровывала все, что не соответствовало вашим ожиданиям. А когда вы смотрите из полноты, вы начинаете свою жизнь, да, и свою историю, свое настоящее, и свои даже будущие планы воспринимать вот через тот самый ресурс, через полноту, и это становится вам доступным, вы начинаете этим пользоваться. И тогда вы начинаете понимать, что ваша жизнь действительно меняется. Если мы... Ну, мы не будем сильно вдаваться в детали именно технологии сущностной трансформации. Мы даем ее подробно во всех аспектах на мастерском. То есть она есть в книгах, да, она есть в куче методичек у тех центров, которые ей занимаются. Но о важном элементах мы, конечно же, скажем. Первое, о чем мы уже сказали, это необходимость пройти вот за все вот эти вот нагромождения сложности, пройти в само сущностное, вернуть себе к нему прямой доступ к этому самому сущностному как к суперресурсу. Но потом, и я не зря раньше упомянул о том, что социализация важным элементом является. То есть наше обучение нас, да, и, ну, в принципе, обучение людей социумом это правильная вещь. И именно для этого в технике сущностной трансформации предусмотрен обратный проход. Когда теперь, например, понимаешь, что я уже не... я уже не привязан жестко к поиску одобрения и принятия. Я понимаю, что я существую, все нормально. Я часть этого мира. И если я имею это внутреннее ощущение, то тогда вся вот эта вот цепочка, да, то есть все вот эти вот накопленные стратегии, я на них смотрю, на каждую по отдельности. И думаю, а она мне еще нужна зачем-то. Она мне полезна, может быть, для работы, может быть, для денег, может быть, для моих близких. Может быть, она просто нормально, как бы, и не парит меня, да, может, она никогда не была проблемной. А может быть, именно вот этот вот момент уже вот нафиг не нужен, да. Может быть, вот именно тут вот я старался быть хорошим для всех, для всех, да. А не надо. Не надо для всех. А надо вот как бы для тех, да, ну, для кого это надо. Тогда вот это здесь мы оставим, остальное нафиг, да. А вот тут вот я прям ждал, что мне скажут, молодец, да. А не надо. То есть я, скажем, понять, своим косвенным признакам это вижу, мне достаточно, да. Или не вижу, мне пофиг, допустим. То есть мы себя заново, получается, ну, как бы, ресоциализируем фактически. То есть проходя обратно, инвентаризируя вот эти стратегии, часть выкидывая, часть меняя, часть оставляя с идеей, что у нас все-таки есть доступ к сущностям. И все. И наша социализация становится, ну, во-первых, управляемой, да. Во-вторых, гораздо прямее, чем, например, она была там до этой самой сущности. И это плюс, и это, как раз, это самый... Здесь надо, вот, наверное, о чем сказать. Если, опять же, сравнивать, да, находить пересечения с разными подходами, вот, там, психологии, психотерапии, в некоторых подходах, в том числе, например, там, в МЛП, вот, ну, скажем, в классических текстах, когда там не касается, например, в сущностях, мы вот по всей этой цепочке тоже идем. То есть мы берем сверху, да, там, чай-то, это для меня является проблемой. Мы эту стратегию поменяли, из-под нее выглянула предыдущая, да, проблема. Мы с ней поработали. Из-под нее выглянула предыдущая. Мы с ней поработали. Так постепенно мы дойдем до, вот этого самого, ну, импринта корневого, если угодно, да, там, до тоута вот этого. Или, ну, условный психоаналитический подход. Не будем, там, опять же, углубляться сильно в детали, когда мы, например, там, ничего это не трогаем, никакую эту социализацию не трогаем, а просто тихонечко сквозь нее идем, 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 там, до самого вот этого вот, да, его меняем, оно тоже, скорее всего, меняется потом. Ну, в каком-то таком, может быть, немножечко не очень предсказуемом формате. Ну, здесь мы с этим тоже работаем. В процессе слышно-трансформации, да, мы получаем и доступ к тому состоянию, ради которого мы все это городили, но и вот это все городили, мы не выкидываем, мы оставляем из этого то, что действительно нужно нам для нашей жизни, в том формате, в котором нужно. Это терапия. Глубокая. Глубокая, хорошая терапия, да. И вот есть еще такой момент, да, в классическом подходе, что когда мы начинаем работу, мы начинаем работу с какой-то проблемной ситуацией, да, что вот она просто в нашей жизни присутствует, вот она есть всегда. Это может быть, ну, например, человек страдает от собственного перфекционизма, вот, постоянно нужно сделать идеально, либо я не начну, если я не уверен, что будет идеально, если я начинаю, я делаю бесконечно, я не могу закончить, потому что недоволен результатом, да, или вот в отношениях у меня вот там всегда так, вот меня там душат эмоции, я не могу с собой справиться. То есть вообще любую проблемную ситуацию, которая просто наполняет жизнь, не мешает человеку жить. И никогда нельзя предположить, а что же у человека стоит за этим, за этим поведением, за вот этими ситуациями проблемными, да, то есть было бы, конечно, вот как мы любим, да, вот у меня вот такая ситуация в жизни регулярно появляется, я в этом живу, ничего с этим делать не могу. А скажите, а почему это у меня так? И было бы хорошо, если бы мы сказали, о, там, это тебе не хватает принятия, да, или о, это тебе не хватает базового спокойствия. Нет, вот в данном случае так не работает. Мы можем, конечно, сделать предположение, и вот интересно это предположение проверить, но когда вы начинаете проход к терминальным ценностям, вот именно в этой ситуации, там может оказаться все, что угодно. Вот прям может быть такая ценность, о которой ты, в принципе, никогда не подумал, потому что логики в поиске этой ценности не существует. Вот здесь исключительно субъективные стратегии гиперкомпенсации формируются у человека в течение всей его жизни, да, до настоящего его проблемного момента. Вот, поэтому нет смысла гадать, есть смысл просто делать вот этот обратный проход и включать доступ вот этой базовой ценности и делать вот ту самую ресоциализацию, реинвентаризацию, да, чтобы человек мог уже с этим состоянием включаться в свою текущую жизнь и действительно менять ее благодаря вот этой трансформации. Вот, это классический вариант, когда мы пользуемся технологией Андреса, Канира и Тамара Андреса. Но, тем не менее, у нас есть вариант, когда мы можем управлять включением тех или иных состояний. Вот, это как бы наша такая фишка, и мы на своих мастерских курсах ее показываем. Ну, здесь маленький шажочек назад, вот на тему предположить, да, какое сущность у нас стоит. Да, совершенно верно, там невозможно логически просчитать вот эту вот цепочку. Есть только возможность, возможность там с некоторой точностью предположить. Ну, взяв, например, да, взяв, например, для этого, ну, тоже не самый точный инструмент. Есть такая штука. Опять же, у нас там выноупи. Называется архетипы. А об этом, кстати говоря, мы тоже обязательно пообщаемся. Вот, и в этих самых архетипах, ну, как раз вот там пересечения-то есть с четырьмя этими самыми сущностными состояниями. И вот там, например, очень хорошо, очень хорошо видно, например, по тому самому квадрату детства, да, где принц-принцесса и бродяга с дрянной девчонкой. Почему, например, человек может действительно стараться быть везде и для всех хорошим? Почему человек может стараться быть законным и все соблюдать, да, правила, там, порядки, прям вот. Почему, да? Ну, понятно, там, в школе, да, почему в школе он там должен должен хотеть или стремиться быть опрятным, везде участвовать, там, везде пятерки. Ну, потому что, делаем мы предположение, нужно принятие, и его не хватает. То есть, именно доступ к принятию получается наименьший. И поэтому человек старается его обрести побольше. Ну, то есть, сущностное состояние принятия является определяющим в этом квадрате. И если у меня его нету, я его хочу. Если я знаю, как это делать, если социум отзываются, если у меня получается учиться на эти пятерки, и меня за них хвалят, все супер, я учусь хорошо, мне говорят, что я молодец, в конце года дают грамоту и диплом, я еще раз радуюсь, да, еще раз получаю принятие, одобрение. То есть, я получаю одобрение, но это как бы ближайший в мой путь к принятию. Если меня не хвалят, или если мне не получается учиться на эти пятерки, меня бы, может быть, и хвалили за пятерки, если бы я их получал, да? Ну, вот как не сложилось у меня с пятерками, допустим. И тогда меня ругают. И когда меня ругают, и, например, возникает идея о том, что, ну, ну, пусть тогда меня ругают посильнее. Ну, пусть тогда я, значит, везде буду... Ну, как, за пятерки бы меня хвалили, да? За двойки меня ругают, а за мои любимые тройки-четверки на меня внимания не обращают. Внимания не обращают. Это плохо. С точки зрения сущностного принятия, это ужас, это крах всему, да? Меня нету в мире, блин. Я бы учился на пятерке, но не могу. Тогда я буду учиться на двойке и еще курить. И это все решает. Это спасает ситуацию. Меня ругают дома, меня ругают на улице посторонние люди, меня вызывают к директору, обо мне говорят в Гарано на совещаниях, да, там, я худший ученик города. Обычная схема. Да, я очень плохой, но это единственный мой путь к этому самому принятию. Кривой, да, именно тот самый кривой. И по таким поведениям, по архетипическим поведениям мы, конечно, можем предположить вот тот самый кризис сущностных за них. И вот тогда, вот тогда нам как раз и может помочь вот та самая идейка о том, что нам не обязательно раскручивать, например, всю цепочку. А мы можем с помощью технологии сделать, сделать как это, то, что мы называем направленные сущностные, да, как нам пройти, например, сущностное состояние принятия. Вот именно в него мы хотим пройти, вот без вот этих всех цепочек, просто пройти в него и уже, например, оттуда посмотреть на свою жизнь. Так реально работает. Да, может быть, там не так точно в таком формате происходит именно инвентаризация вот этой вот цепочки социализованной, да, ну, в конце концов, ну и ладно, да, зато прямее проходится начальный путь. Если вопрос ускорения той, ну, одной или другой, да, части техники, мы можем начало ускорить, можем, там, ее конец ускорить, смотря что вызывает сложность. Ну, да, конечно, все зависит от наших целей и того, с чем пришел человек, у которого там есть задача, да, разобраться с какой-то своей проблемой. Потому что действительно иногда мы поможем сделать предположение, да, как Андрей сейчас рассказал, опираясь на архетипы, и тогда мы быстрее достигнем своей цели, да, тогда мы быстрее сможем помочь человеку, но если, например, у нас это предположение почему-то не может быть реализовано, да, если, например, архетипы человека не генерализирован, да, там не распространяется на все, на узкоконтекстный, а проблема охватывает всю жизнь, ну, тогда мы можем действительно пойти по классической схеме, да, больше мы внимания уделим вот той самой там раскопки, по тому самому проходу, и тогда, конечно, будет ресоциализация. мы делаем там очень, очень тоже, наверное, простую вещь, мы берем какое-то состояние, похожее на принятие, находим, находим хоть что-то, хоть когда-нибудь тебя похвалили, да, например, или ты чувствовал хоть когда-то, любую, то есть любую, пусть даже малюсенькую, и мы начинаем из него выращивать сущностную, мы начинаем его через субмодальность усиливать, мы начинаем там через фокусы языка его очищать, мы начинаем через, опять же, какие-то там работы с такими около-шаманскими немножечко техниками, Ну, то есть, опять же, там процесс. И мы не выращиваем, выращиваем, выращиваем. И в конце концов, получается, человек оказывается в этом самом сущностном. То есть, он состояние настолько усиливал, 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 там, расширял и все остальное. Мы ему помогали в этом, да он в нем оказывается. Все. Дальше через него можно опять посмотреть на свою жизнь. На работу, там, на отношения. То есть, ну, на те контексты, в которых был запрос. Там решится. Человек найдет, делает. Может быть, это понадобится какое-то время. Может быть, он побудет в этом, да. Может быть, ему там нужно будет несколько дней там наподумать. Это нормально. Вот. Например, у него быстро просили. Да. Это состояние там взрослого, воссозданного, включенного с текущей жизни человека для того, чтобы оно стало для него таким же базовым и стало еще одним фильтром, но уже ресурсным фильтром, через который человек воспринимает свои мысли, идеи, планы, цели и, соответственно, включая те или иные поведенческие реакции, стратегии, принимает решения. Ну что, пожалуй, наверное, это вот самое основное, да, что можно сказать о сущности. Может быть, у нас есть вопросы, если кто-то нас смотрит сейчас, мы ответим на вопросы. Нет, у нас особых вопросов нет. У нас есть наблюдение. Наблюдение, да, о том, что действительно там вшивает систему человека, что, да, там чувствовать можно только по поводу. Ну да, мы об этом говорили. Это правильно. То есть это правильно. Я могу в том числе, например, напомнить, да, что... Ну вот как бы в некоторых моментах... Ну, давайте, химические зависимости, которые, ну, где вещества используются такие вот, влияющие на мотивационную сферу, они же приводят к деградации социальных навыков. То есть если ты можешь получить счастье, просто приняв таблетку, да, то тебе очень быстро мозгу перестает быть необходимым. Ходить на работу, да что-то там изображать, выполнять KPI, да, там, еще какие-то такие штуки. Ну, зачем таблетку, все, и ты счастливый, да. Именно поэтому, да, мы и говорим о том, что, с одной стороны, социализация может быть кривая, и ее надо править, и это вопрос керапии, в том числе помощно-сущностной трансформации. С другой стороны, сама по себе социализация – это хорошая, правильная вещь. Потому что там, ну, как бы, а социальные личности, да, в большом количестве – это, ну, наверное, не то общество, в котором было бы прикольно жить. Править их – да. Выправлять, подстраивать – да. В том числе под изменения, может быть, социума – да, безусловно. И да, конечно, и поводы нам нужны, и, конечно, нам нужны и поводы. И, кстати говоря, сущностное состояние, вот этот вот важный момент, сущностное состояние не отменяет вообще ничего. То есть оно есть, оно есть, но вот такая очень хорошая метафора, да. Почему мы говорим о том, что любовь и принятие мира деятельностные? Потому что у тебя внутри состояние принятия этого мира, ну, как океан, да, как море. То есть где-то там есть глубина. Глубина, в которой толща воды, да, абсолютно неподвижна тысячелетиями, да, условно говоря. Ну, это я загнул, конечно, но для метафора нормально. То есть толща воды, она там, ну, может быть, и подвижная, ну, так. А сверху там волны, еще что-то. И вот по сравнению, они маленькие. Я внутри ощущаю, что с этим миром, по большому счету, все в порядке. Я вот сейчас вижу вещь, которой здесь не должно быть. Я даже эмоцию, может быть, по этому поводу испытаю и спокойно ее уберу. Но эмоция будет маленькая, которой хватит для того, чтобы это убрать. А глобальное мое, там, глобальное принятие мира, глобальная любовь к нему поколеблена не будет. И мое спокойствие, если оно есть внутри, я понимаю, что все идет в нужном направлении, да, что все идет к лучшему. И это вообще никак не отменяет того, что я этому самому все, которое идет, могу где-то и помочь деятельностно, да, направить, да, приложить усилия, в конце концов, пнуть, да, в том числе себя пнуть, да, чтобы вот это все, то, что идет к лучшему, что к лучшему быстрее, например. Это хорошо, это здорово, вообще никак не отменяет одно другого. Это и люди, что, ну, да, иногда люди говорят, вот, слышал, может быть, прослушно, что мы там, типа, ну, а как же, если я уже, типа, там, в состоянии, в котором мне ничего не нужно, там, как же я буду жить, да, что же я буду делать, там, а как же моя работа, там, семья и все остальное. Все там нормально, будьте уверены, нет? Ну, если специально себя, как бы, не уводить, там, раз за разом, там, действительно убирая всю социализацию, уходя из родственного куда-то там в духовные дали, да, то ничего не происходит. Все прекрасно, вы делаете все то же самое, что нужно вам, делаете так, как нужно вам, да, с таким вовлечением, которое нужно вам, и все становится гораздо прикольнее. Да, совершенно верно. Сущностно, если ее использовать для жизни, ну, что называется, в текущей, да, там, там, общаясь со своей семьей, там, работая, реализуя какие-то свои интересы, хобби, ну, вот, что называется, повседневная жизнь, она, сущностная трансформация, позволяет повысить качество вот этой жизни, вот той самой повседневной текущей жизни, потому что ваше восприятие станет ресурсным, оно станет стабильнее, оно станет мощнее, оно станет чище, потому что вам уже в этой повседневности не нужно будет судорожно искать, а через что еще бы я мог достичь вот этого состояния, что еще нужно сделать, да, там, вы получите определенную, вот, как бы, так вот, там, долю спокойствия, что называется, навсегда, вот оно будет, ну, вот, просто всегда, или, например, принятие, да, вот оно, что называется, навсегда, вам нужно будет кому-то что-то доказывать, и себе тоже в том числе, потому что это уже принятие, уже в этом мире есть место для меня, оно четкое, оно понятно, его можно исследовать там, его можно развивать, расширять, но оно уже есть, его не нужно искать, его не нужно отвоевывать, и не нужно уже ничего достигать, вот, поэтому сущностная трансформация, со мной стороны, очень глубока, но с другой стороны, она, ну, что называется, очень практично, очень применима для того, чтобы можно было, ну, свою жизнь привести вот в очень хороший, гармоничный, именно для вас баланс. Ну, и да, там, небольшой вопросик из чата на тему, как все-таки опознать сущностное состояние, во-первых, во-первых, человек, который находится в сущностном состоянии, он конгруентен, то есть у него нету, ну, окей, не то чтобы, ладно, как бы нету, там, тут я, может быть, загнул чуть-чуть, да, и снижается количество зажимов, выравнивается тело, выравнивается лицо, нету каких-то вот паразитных движений, ну, по крайней мере, когда он именно прямо в нем, да, находится, то есть у него возникает состояние транса, очень естественно это, не вот какое-то такое, там, типа гипнотический гипноз, вот так вот сидит, да, а, ну, здесь, да, внешне ориентированный транс спокойно, он просто в трансе, как бы, находится в легком, ну, он абсолютно включен в этот самый мир, и человек действительно по-настоящему не может ответить дальше, как бы, что, зачем, то есть в моменте нахождения в сущностном действительно ничего не нужно, то есть действительно больше ничего не хочется, просто все, там и время исчезает на самом деле, то есть человек и залитнуть может, там, на какое-то время, вот такие, в общем-то, и критерии. Если мы делаем вот то самое направленное, мы по большому счету можем, ну, сущностное, мы можем вырастить из любого состояния, ну, просто потому что, ну, давайте так, слова это слова, то есть когда мы говорим слово любовь, оно непонятно, точнее, понятно всем, но всем по-разному. Когда мы говорим сущностное состояние любви, мы должны еще пять минут рассказывать о критериях сущностного состояния, вот он сам, ну, что мы и делали, в общем-то, да, при этом, если мы, например, не рассказываем, а просто ведем человека туда, да, или просто любое состояние, любое его состояние расширяем, вот, до этих критериев, он все равно оказывается в одном из вот этих вот четырех, ну, пяти, точнее, да, состояниях, просто потому что логически так вот, если поразмыслить, да, ну, пожалуй, больше ничего и нет. То есть я часть мира, да, мир, мне нравится, я действую, и я спокоен за результат, что еще может быть в мире? Ну, какие еще могут быть вообще, в принципе, мои отношения с мирозданием? Это заключает, это, пожалуй, в себя включает все, ну, разве что еще вот это единство, да, которое их все объединяет, когда одновременно я часть мира, и мир в порядке, и я активно деятельностный, и из этого получается все классно, да? Блин, ну так хорошо жить, да, так нравится жить, конечно. Ну что, в общем-то, мы рассказали все, что хотели, если у вас какие-то вопросы, вы можете их задавать нам, сейчас мы ответим, а если вы будете смотреть эту запись, сможете писать свои вопросы в комментариях, мы также обязательно ответим, может быть, сделаем дополнительный эфир, вот, и мы всегда с вами на связи, это видео можно будет посмотреть на нашем YouTube-канале, в разделе NLP TV, где собраны у нас и другие наши видеозаписи, если вы еще не смотрели, посмотрите, пожалуйста, там очень много интересного и практичного. Ну что, тогда спасибо всем, кто был сейчас с нами, кто задавал вопросы, ставил лайки и все остальное, да? Оль, кто будет смотреть нас в записи, и вам тоже спасибо, и привет, да? И до новых встреч в эфире NLP TV. Всего хорошего, до свидания.